Доброе утро Доброе утро И с 2004 года в Карачаево-Черкесии стало также применяться на уровне Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики Ну то есть уже более 14 лет у нас в республике он есть, есть такая форма судопроизводства, но на уровне Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики С 1 июня эта форма должна попасть уже в районные городские суды, которых в нашей республике, по-моему, 12 если нет, нет, 10, да, потому что два района не имеют своих судов, 10 районных городских судов То есть, ну очевидно, что масштабы применения этой формы, они увеличиваются Сильно увеличиваются Сильно увеличиваются, поскольку, да, в районных городских судов значительно больше, нежели судов субъектов федерации И именно с 1 июня они должны начинать действовать вот в этих судах Ну, немножко могу сказать о специфике этого суда, этой формы судопроизводства При применении ее суд как бы делится на две части Суд состоит из профессионального судьи председательствующего, который ведет судебный процесс, разъясняет там какие-то права, обязанности Лицам, участвующим в них, разрешает юридические вопросы, которые встают перед судом И вторая часть, это коллегия присяжных заседателей В компетенцию которой входит разрешение вопросов о том, было, имело место преступление или не имело Совершил ли его подсудимый и виновен ли подсудимый в совершении данного преступления Кроме того, они еще разрешают вопрос При признании подсудимого виновным они вправе определить, заслуживает он снисхождения или нет Что значительно может повлиять на наказание, которое будет назначено такому лицу Еще могу сказать, что характерной такой чертой этого суда является его альтернативность То есть не каждое дело об особо тяжком преступлении попадает к присяжным Это право стороны защиты, это право обвиняемого выбрать Суд присяжных будет его судить или это будет обычный профессиональный суд Вот такая специфика у него вкратце Сразу, на самом деле, из того, что вы рассказали, очень много вопросов возникает Во-первых, какова роль судьи? То есть если раньше судья принимал вот это самое решение, то сейчас он больше как регулятор Ну да, получается так Ну если основу взять, вот в соответствии с уголовно-процессуальным законом Судья, который после судебного процесса удаляется в совещательную комнату, он должен разрешать вопросы Имело ли место деяние, совершил ли его подсудимый, виновен ли подсудимый, по какой статье надо квалифицировать его действия, какое наказание ему назначить И ряд других сопутствующих уже не столь важных вопросов Вот, в судопроизводстве с участием коллегии присяжных заседателей очевидно, что три первых вопроса Это деяние, совершил ли его подсудимый и виновен ли он, они отходят к присяжным заседателям Председательствующий не должен вмешиваться в разрешение этих вопросов ни в какой форме Вот, а уже после того, как эти вопросы будут разрешены присяжными, в зависимости от результатов, опять наступает очередь председательствующего вынести свои решения Если присяжные вынесут оправдательный вердикт, то у председательствующего только одно решение определено законом Он обязан вынести оправдательный приговор на основании такого вердикта Если присяжные выносят обвинительный вердикт, тогда председательствующий уже без присяжных заседателей, обсудив со сторонами вопросы квалификации преступления Вопросы назначения наказания уже своим приговором на основании этого вердикта определяет, какое именно преступление было совершено и какое наказание должно быть назначено виновным Кроме того, у него есть еще два таких исключительных права Если он председательствующий будет не согласен с обвинительным вердиктом, посчитает, что вина подсудимого не доказана Он имеет право распустить коллегию присяжных заседателей, вынесшую обвинительный вердикт, набрать новую коллегию и приступить к новому судебному разбирательству Я прошу прощения, это в случае, если они вынесли обвинительный приговор? Да, это мы говорим об обвинительном вердикте И второй вариант тоже у председательствующего, если в том деянии, которое признано доказанным, он не усмотрит состава преступления, квалифицируя его Он имеет право вынести оправдательный приговор, даже при обвинительном вердикте Все-таки ответственность какая-то на суде все равно лежит Безусловно, на нем достаточно серьезная ответственность лежит Естественно, он, конечно, пользуется своими полномочиями Ну и кроме того, он обязан вести процесс, весь процесс от начала до конца Он разрешает вопросы допустимости доказательств, то есть соответствия их закону А вопрос достоверности доказательств решают сами присяжные Он им объясняет, как оценивать доказательства, их права и обязанности, что они могут делать, что они не могут Такой вопрос у меня, учитывая то, что сейчас все, точнее суд присяжных будет спустился на уровень ниже Это районные суды, то есть наша Карачаева-Черкесия, она очень небольшая Вы сейчас только сами говорили, у нас 12 районов есть Соответственно, наши неполные полмиллиона делятся на эти 12 районов Это еще гораздо меньшее дробление по количеству людей В общем, я к тому говорю, что в районе, в маленьком районе, наверняка ведь все друг друга знают Как будет вот с этим, да? То есть ты попадаешь в качестве присяжного на суд человека, которого ты знаешь со школы, например Не будет ли какой-то предвзятости? Безусловно, замечание серьезное Оно, конечно, учтено законодателям Прежде всего, наверное, о чем надо сказать? Ну, не такие уж у нас маленькие районы, чтобы все друг друга знали Я понимаю, если вы скажете относительно одного села, да, небольшого Что да, здесь друг друга все знают Но в районе, насколько я знаю, там десятки сел И, наверное, все-таки натянуто, да, говорит о том, что все друг друга знают Безусловно, одно из оснований отвода для присяжного заседателя Это знакомство с любым участником судебного разбирательства В том числе с подсудимым или потерпевшим Если такие обстоятельства имеют место, он должен отвестись Его отведут Он не может участвовать в таком деле И я надеюсь, у нас проблем не будет С независимыми присяжными заседателями мы их найдем Достаточное количество, на мой взгляд А вот тогда сразу вопрос у меня Как подбираются присяжные? По какому принципу? Наверняка есть какие-то критерии отбора? Безусловно, да, их целый комплекс критериев Значит, можно выделить в этом отборе такие основные этапы Прежде всего, это, значит, есть определенные требования При которых человек не может быть не только присяжным, но и кандидатом в присяжные заседатели Это возрастной критерий То есть, не достигший 25 лет Человек не может быть по закону присяжным заседателем Это критерии, связанные со здоровьем человека Психическим, физическим Он должен быть все-таки здоров Вот Это еще критерии Судимость, наверное Судимость, безусловно, да Человек, у которого тут важно обратить внимание на то, что действующая судимость То есть, непогашенная судимость Он тоже не может быть присяжным, потому что, ну, видимо, человек, который на себя испытал Вот сейчас только что какое-то наказание Наверное, он не сможет быть до конца объективным Наверное, да Поэтому, вот такие основные критерии Это то, что исключает возможность участия человеком в силу закона И потом, довольно широкий, широкий есть круг оснований для того, чтобы освободить человека от участия в конкретном деле В частности, это может быть статус его Если человек привлекается по уголовному делу в качестве обвиняемого или подозреваемого Он не может быть присяжным Если человек ранее участвовал в течение календарного года как присяжный заседатель В этом же году он не может быть присяжным Потом, в силу возраста есть Человек, допустим, старше 65 лет Если он скажет, я не хочу участвовать, его нельзя заставлять это делать Если есть ребенок маленький, до трех лет у матери Она говорит, я не могу, у меня есть более важные дела Здесь тоже законодатель говорит, нет Такого человека нельзя привлекать, если он не хочет участвовать Потом идут основания, связанные с выявлением предубежденности у кандидатов в присяжные заседатели Это тоже очень важно Среди них, наверное, надо начать с того обстоятельства, о котором вы заговорили Есть ли у человека знакомые в этом судебном разбирательстве родственники Или, наоборот, враги какие-то в нем участвуют Что может повлиять на его объективность Кроме того, на его объективность могут повлиять сам характер преступления, может быть Или какая-то его история Человек мог быть раньше потерпевшим по делу, обвиняемым по другому делу И у него в связи с этими обстоятельствами сформировалось какое-то предубеждение Может быть против правоохранительных органов Может быть, наоборот, против лиц, которые подозреваемые, обвиняемые И там целый комплекс вопросов, которые позволяют отсеять таких людей И оставить все-таки людей, которые способны и должны быть объективными при вынесении решения Вот это три этапа так называемых самоотводов Потом есть этап отводов, мотивированных для сторон Которые предоставляются сторонам Им же предоставляется возможность задавать вопросы кандидатам в присяжные И довольно широкого спектра, которые имеют отношение к делу Если они сочтут, что этот человек все-таки тоже каким-то образом не подходит для объективной оценки Они вправе заявить отвод такому присяжному заседанию То есть могут тоже, да? Да, могут, но это правда рассматривает председательствующий Если он посчитает это существенным, серьезным, он удовлетворит такой отвод Потом, следующая ступень, это немотивированные отводы Видите, много ступеней, нужно это запомнить Немотивированный отвод, это просто стороне не нравится кандидат присяжных заседателей Без объяснения причин Вот внешне ему не понравилось Что-то ему не понравилось из того, что он рассказывал о себе и так далее Немотивированный отвод, он, правда, небольшой Там всего по одному имеет сторона, по одному кандидату Но он зато обязателен для председательства Он уже не выбирает Если сторона сказала, уходит человек, он уходит И последний критерий, уже когда сформирована коллегия Он касается всей коллегии присяжных заседателей Вот, если все вдруг лица, которые попали в эту коллегию Окажутся по какому-то признаку, ну, однородными Что может повлиять на их объективность при вынесении решения Я примерно, наверное, приведу, чтобы было понятно Ну, допустим, одной национальности, когда потерпевший и подсудимый разных национальностей Либо одного пола, когда потерпевший и подсудимый разных полов Либо какого-то статуса определенного социального одного Когда те разные статусы Это важно, чтобы те тоже были разные Ну, конечно, да Потому что если тебе будет тоже одной национальности Наверное, это не повлияет А вот в таких условиях, тоже сторона имеет право сказать, что, вы знаете, вся ваша коллегия, она, конечно, к личностям там претензий нет, но как она сформировалась полностью, она не сможет быть объективной. И тогда она тоже распускается, заново собирается к коллегии. И только пройдя вот через эти ступени, уже мы говорим о том, что да, это серьезная прям работа такая. Это серьезная работа, конечно. Ну это жизни людей на кону стоят, конечно, здесь очень важно. А вы знаете, у меня такой вопрос всегда был. Я, насколько понимаю, присяжных 12 человек. А почему четное количество, вроде, должно быть наоборот, чтобы можно было, или все должны согласиться, или как вообще происходит сам процесс обсуждения присяжными? У вас прям несколько вопросов, но я постараюсь как-то мне ответить объективно. Значит, что касается 12 человек, эта цифра к нам пришла, по-моему, из островной системы права, что-то в Англии еще, когда он только зарождался, там несколько столетий назад, вот там 12 мужей собирались, там давали свидетельство о чем-то, что влияло на решение суда. И вот эта цифра, она так и осталась, и пришла она к нам в первый раз в Россию еще до революции в виде 12 человек и нескольких запасных. И при возрождении суда присяжных в 93 году она тоже, вот эта цифра, сохранилась. Ну, с 1 июня как раз таки ее поменяют. А, да вы что, да? Да, вот на уровне субъектов федерации, где у нас реально были 12 человек, на сегодня, с 1 июня, это будет 8 человек. И запасных сколько-то, в зависимости от сложности процесса, ну, я имею в виду минимум 2, а так может быть и больше. На уровне городских районных судов это 6 человек и минимум 2 запасных, и может быть больше, в зависимости от сложности объема процесса. Вот, поэтому вот эти цифры будут корректироваться с 1 июня, 8 и 6 будет. Что касается, почему она четная, вы знаете, ну, тоже, наверное, историческая, во-первых, традиция это была. И именно вот на этой четности воплощается принцип презумпции невиновности, который в основе любого уголовного процесса современного государства, да, лежит. Когда голоса делятся, половина считает, что не виноват человек, половина, что виноват, принимается решение в пользу обвиняемого. То есть, это называется оправдательный вердикт. Там, где 6 на 6 на сегодняшний день из 12, это оправдательный вердикт. И еще ваш вопрос касался того, как они должны принимать решение. Значит, тоже это одна из таких основополагающих обстоятельств, касающихся суда присяжных. То, что решение они должны принимать коллегиально, стремясь к единодушию. Очень важно, чтобы это было общее мнение всей коллегии, которая решает вот эти важные вопросы по уголовному делу. Поэтому законодатель в нашей стране сказал так, что коллегия должна стремиться к единодушию. Они должны сидеть, обсуждать, убеждать друг друга и прийти, стараться прийти к единому мнению. Только если в течение трех часов обсуждений они не смогут прийти к единому мнению, им разрешается голосовать тогда. И тогда будет иметь значение большинство, после трех часов большинство, кто, ну, какую форму ответа на поставленные перед ними вопросы поддержало. В некоторых странах такого исключения нет, кстати. Вот, насколько я знаю, в США там у них, они обязаны все равно к единому мнению прийти и выяснить. Вы, наверное, помните фильм «12», там же как раз суть была в том, что все проголосовали против, за то, что мальчик виновен, вот, и только один сказал, что нет, я не согласен. И они вот там, что сутки сидели, решали, решали. Пытались его уговорить, да? Нет, в итоге он всех уговорил, и все там они все это. Ну, это большое значение имеет, потому что, вы знаете, вот одно из преимуществ суда присяжных, мы говорим, это его объективность. Там не один человек сидит, решает столь важные вопросы, а, ну, допустим, 6, да, на уровне районного городского суда, или 8 на уровне суда субъекта федерации. Вот это качество они не должны потерять, иначе смысл, да, вводить такие формы. Поэтому законодатель старается их, конечно, сохранить. И он говорит, смотрите, убеждайте, нам нужно все-таки, чтобы единое было у вас мнение. Ну, видимо, все-таки, что бывает же такое, вот человек не будет свое мнение менять, ни при каких обстоятельствах, но вот тогда уже начинается голосование. Но минимум 3 часа, если они ранее начали голосовать, это считается уже незаконный вердикт, и, да, такой приговор не может быть постановлен на таком вердикте. Он подлежит от меня. Какая прелесть. Нет, на самом деле, действительно, это очень хорошо, и я очень радуюсь, что это внедряется в массы, потому что, ну, чем больше людей принимают участие в, чем на большее количество людей отложится ответственность, тем, ну, как мне кажется, будет более честным и верным вердикт. Согласен с вами. Знаете, я даже что хочу сказать. Во-первых, там вот тут как бы много, можно сказать, много целей у этого института. Прежде всего, то, что вы подчеркнули, это объективность. Она, по-любому, она будет, ну, должна быть шире, да, во-первых, их много судей, во-вторых, это люди, которые живут как бы за пределами этого суда, которые уже не привыкли, там, к одним и тем же, там, делам, там, понимаете, там, каким-то вот своеобразным оценкам, у них не выработалось это все, это, наверное, должно влиять на их объективность в лучшем, в таком, в лучшем понимании этого слова. Во-вторых, эти же люди уже в более массовом порядке, что ли, они видят саму работу суда, они понимают, какие вопросы приходится решать судьям, понимаете. Они берут уже на себя ответственность, видят перед ними и сторона защиты, и сторона обвинения. Им жалко в любом случае и обвиняемого, и тут же потерпевший перед ними, которого тоже в любом случае и жалко, и понимать надо, вот что он претерпел, и какое, ну, должно быть следствие вот тому, что происходит. Очень важно, что большое количество людей уже ощутить себя сами судьями, поймут, какая ответственность лежит на судьях, и, наверное, уже более как-то, вот и уважительнее, наверное, относиться к судебной системе. Я уверен, что это и повлияет и на укрепление авторитета судебной власти, ее независимости, безусловно, и ее более такой транспарентности, прозрачности для народа, что тоже очень важно. Много целей. Рамазан Баширай, спасибо большое за столь подробный и очень интересный рассказ. Ну, я надеюсь, что реформа и первые шаги будут успешными и без сучка, без задоринки, как говорится. Спасибо большое. Я тоже надеюсь, как и вы, что у нас приживется суд присяжных в нашей республике и уже станет обязательной частью нашего судебного процесса. Рамазан Баширай, у нас есть такая традиция, гости, которые к нам приходят, желают доброго утра нашим телезрителям. Я попрошу вас присоединиться и сказать пару приятных слов всем тем, кто вас сейчас смотрит. Ну, я желаю хорошего дня зрителям программы «Доброе утро» телестудии «Архиз-24». Успехов в работе, в жизни. Прошу вас, приходите по приглашениям в суд и участвуйте в суде в качестве присяжных заседателей. Спасибо большое, Рамазан Баширай. Ну что, дорогие друзья, а мы продолжаем наше «Доброе утро».